Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители! С вами Институт информационно-технологий и интеллектуальных систем Казанского университета Инсталайф. Меня зовут Михаил Абрамский, я директор института, и сегодня я в очень новой немножко для меня, но очень волнительной роли ведущего этого Инсталайфа. И сегодня мы решили немножко отойти от традиционного формата мероприятия, и мы решили пригласить сюда тех представителей той отрасли, куда выпускники нашего института уходят. Они приходят туда еще со студенческой скамьи в процессе студентов, но потом уже становятся полноценными участниками компании. У нас сегодня в гостях представители ведущих компаний Казани, и мы поговорим с ними, разрешили представить их. Роман Третьяков, начальник регионального центра разработки Казань, департамент информационно-технологий Банка России. Роман, спасибо, что вы подошли. Булак Ганиевс, основатель и управляющий партнер группы корпораций технократии группы компаний. Еще один наш коллега Артемий Морозов в Уркуте отдела бэкэнд-разработки компании Симберсофт подойдет попозже. Ну что ж, давайте начнем. Мы будем сегодня как раз и говорить о том, кем будут становиться будущие студенты. И это наше послание нашим тоже будущим студентам, которые только собираются поступать в Казанский университет, ну и к нам в институт. Вот, коллеги, вот первый вопрос, все-таки это не сталайф сегодня нашего института. Вот расскажите, пожалуйста, как все-таки вы нашли ИТИС или как мы нашли друг друга, в каком формате происходит ваше взаимодействие, зачем вам нужны студенты ИТИСа в вашей непосредственной работе. Роман, предлагаю начать с вас. Большое спасибо. На самом деле в моем коллективе, вот мой коллектив, он представлен порядка 150 сотрудниками в городе Казань, да, из них около 50 они закончили кафедру. Вот, и многие из ребят, которые у нас трудятся, они уже являются либо выпускниками, либо студентами ИТИС. Вот, первое, мое знакомство ИТИС произошло так, что ко мне пришел один из моих сотрудников и попросил оценить его магистрскую работу. Вот, я заинтересовался у него, что это за, грубо говоря, факультет такой, чем они там занимаются, и начали налаживать уже наши контакты. То есть пришли в гости к вам, познакомились, вот, после этого посетили несколько студенческих конференций, ну, начали брать к себе дипломников на написание дипломов. Сейчас к нам буквально 8 стажеров уже выйдут из числа ваших студентов, которые находятся на 4-3 курсе обучения. Ну, вот, как-то так потихонечку, собственно, и общаемся. Некоторые из наших сотрудников являются по совместительству у вас преподавателями. За что мы вам очень благодарны. Ну, и, наверное, из преимуществ сказать, почему мы к себе берем студентов, да, вот, ну, во-первых, молодые специалисты – это люди, которые, так скажем, с открытым сознанием способны принести что-то новое, да, показать на те процессы, которые, может быть, у нас несовершенные, задать вопросы, а почему это работает именно так, а не как иначе, вот. И второй момент – все-таки специалисты, которые уже занимают руководящие должности, либо достаточно высокие должности, для них возможность кого-то обучить – это является некой точкой профессионального развития. Собственно, поэтому мы ваших ребят к себе и берем. Спасибо большое, Роман. Пулат. Всем привет. Да, спасибо, что пригласили. На самом деле, такой, не думал, что это будет сложный вопрос, потому что у меня в голове как будто ИТИС просто всегда существовал. Просто вот, как бы, настолько мы срослись, что, мне кажется, всегда существовал ИТИС. В этом году нам, между прочим, будет 10 лет. Да, да, удивительно. Я, кстати, в этом году… Нет, в том году было 10 лет, как я закончил университет. То есть я заканчивал КГУ и ВМК еще когда-то. Настолько динозавр, да? Вот. Ну, по-моему, познакомились. Была забавная ситуация. К нам один… Ну, услышал разговор еще на кухне, устроился парень, он говорит, «Прикиньте, есть парень, который написал заявление типа ВМК, что типа я забираю заявление на подачу документов и перехожу типа в ИТИС. Прикольно. Типа, что за такой университет?» Потом, собственно, как-то я не акцентировал внимание на этом, потом узнал, что ты, собственно, присоединился к университету, потом узнал, что кто такой, собственно, Айрат Фаридыч Хасьянов, да, в свое время. И как-то захотелось познакомиться… Айрат Фаридыч, это первый директор ИТИСа с 2011 года до 2012, он был у руля. Я продолжил его путь. Да, собственно, тогда мы познакомились, и мне эта концепция, она просто… Ну, мне показалось, она революционной и крутой. То, что действительно вы как бы приглашали компании к вообще образовательному процессу, потому что для нас это была большая головная боль, что, ну, фактически ты учишься, человек к тебе приходит и, ну, типа вообще какую-то супер базу знает, но, в принципе, программировать надо чуть-чуть за оно, как будто здесь возможность включиться в этот этап где-то не сначала, а в середине образовательного процесса и сделать так, чтобы те ребята, которые к тебе выходят, были действительно более подготовлены к той работе, которая предстоит. Ну, мне кажется, это крутейшая вообще революция в образовании, которая в Казани произошла, так что респект всем. Спасибо. Спасибо большое за оценку наших студентов. Вот. Хотелось бы как раз-таки проговорить про сферу, да, потому что, сейчас нас слушают, я надеюсь, старшеклассники, 10-11 классов. Вот я только что приехал с IT-лице, где открывался региональный этап Олимпиады по информатике. То есть вы, поступив, попадете в среду, которая всегда динамично развивалась. То есть технологии каждый год получают какое-то новое слово, и часто бывает, что уже существующим сотрудникам приходится переучиваться. То есть переобучение – это наша постоянная задача. То есть на самом деле образование для вас даже с окончанием университета не закончится, в компаниях будет вас регулярно. Вы и доучиваться будете, будет повышение квалификации проходить, какие-то еще тренинги. Так вот, все-таки, коллегам вопрос, как вот все-таки для наших слушателей, как бы вы описали перспективные профессии в IT-сфере сейчас, то есть кем можно быть, потому что многие считают, что поступая в IT-сфере, они будут становиться программистами. Конечно же, это одна из основных наших профессий, но все-таки кем еще можно работать, кроме этого, и каким, если программистом или разработчиком, то каким. И все-таки, что нам, наверное, стоит ждать через 4 года, через 5 лет, когда уже выпустятся те, кто сейчас к нам поступит вот в этом календарном году? Булат, начну с тебя. Окей. Ну да, интересный, конечно, вопрос. В принципе, довольно много, мне кажется, рассуждений на эту тему таких хайповых, вокруг того, что искусственный интеллект меняет наши различные технологии. Я бы на какой-то, мне кажется, более глобальный тренд обратил внимание, что если, ну, по крайней мере, в бизнес-среде такое происходит, если раньше к IT, к программированию, к технологиям относились как к какой-то такой изолированной структуре, то есть вот эти IT-отделы в корпорациях, да, это какие-то там задроты в очках с дырявыми свитерами, в общем, какие-то непонятные, с ними в целом не общается основная компания, то IT теперь становится core функцией, основной функцией. Сначала это стало для банков, потом стало для телекомов, теперь IT становится основной функцией вообще во всех бизнесах, неважно, это нефтянка, сельское хозяйство и прочее. То есть IT из какой-то изолированной функции становится cross-функцией, то есть как язык, то есть оно просто пронизывает абсолютно все. Поэтому, говоря о том, что кем вы станете или кем можно стать через несколько лет, мне кажется, что можно брать примерно любую динамично развивающуюся индустрию, например, там биотехнологии, там или физику, там или науку, да вообще любую сферу, там ритейл, неважно, и пробовать добавлять туда цифровые технологии, и вот где-то на этом стыке примерно везде происходит очень много всего интересного, потому что вот этот подрывной эффект, дизраптив такой эффект, собственно, цифровых технологий, он только наращивает, собственно, свои силы, поэтому если вам, например, нравится, мне кажется, биология там или что-то угодно, как бы если вы заканчиваете там IT, то есть как бы вот в какой-то прикладной сфере вы примерно в любой себя можете найти, потому что понимание технологии это как какой-то основополагающий скилл, основополагающий принцип важный вне зависимости от той среды, в которой вы работаете. Вот, я не знаю, я, может быть, общий ответил, но в целом я действительно в это верю. Спасибо. Хочешь сказать, во-первых, что биологические науки тоже немалую роль играют и для ИТИСа, и для университета в целом, в университете целое направление – это биомедицина, у нас есть медицинский кластер, собственная клиника университетская, вот, и в то же время в ИТИСе у нас есть группа научная Макса Таланова, которая занимается как раз-таки, в лабораториях называется нейроморфное вычление нейросимуляции, то есть они занимаются как раз-таки вещами на стыке биологии, нейробиологии и цифровых технологий, и таким образом наши студенты тоже являются участниками научных проектов, больших университетских, они остаются программистами, разработчиками, архитекторами, но в то же время они получают то, что называется междисциплинарностью, что является, в принципе, фишкой университета. Так что спасибо за отсылку к биологии, как раз-таки удалось себе осветить что-то еще. Роман, какой у вас? Да, присоединюсь, наверное, к Булату, отдельно хочу что отметить, то что если посмотреть на изменения и капитализацию роста различных секторов в экономике, то можно увидеть, как за 10 лет, собственно, ИТ-компании выросли, и практически все места в топе, и, наверное, в сотне самых крупнейших компаний сейчас большой кусок занимают именно компании, в которых очень большая ИТ-составляющая. И конкретная фишка ИТ-со заключается в том, что студенты, которые туда приходят учиться, они практически с первого-второго курса начинают щупать руками те технологии, которые применяются у партнеров ИТ-со, то есть трудоустраиваются в компании, либо идут учиться в лаборатории, открытой на базе ИТ-со, и, собственно, это позволяет не иметь лаг между теоретическими знаниями и практическими знаниями. То есть что будет там через 4 года, сложно сказать. Я боюсь, если сейчас это озвучим, через 4 года это устареет, но вот сама методика того, что придя на обучение, ты начинаешь получать и теоретические, и практические знания практически с первого года обучения, вот это действительно на самом деле классно. Что хотел отдельно добавить. Технологии на самом деле очень быстро меняются, но вот подход ИТ-со в том плане, что попробуй сделать сам, пойди научись, если тебе надо, мы тебе расскажем, это здорово, потому что у студентов возникает понимание того, что необходимо, во-первых, уметь работать самому, делать работу, и, во-вторых, собственно, искать информацию, применять эту информацию и непрерывно развиваться. То есть если смотреть за прогрессом ребят, которые закончили ИТ-со в моей компании, видно, что коллеги достаточно очень быстро прогрессируют, развиваются и порой даже уходят в другие компании работать на более конкурентные предложения. Вот к нашим партнерам, например, рядом сидящим, несколько ребят наших ушло, потому что действительно очень быстро прокачались, да, и в ИТ-си, и у нас. Вот, если коротко, то так. Коллеги, у меня тут план есть вопросов, но что-то хочется сейчас задать. А вот расскажите про такую вещь, которая тоже ждет наших выпускников, про корпоративную культуру этих компаний, она же все-таки разная. Вот какая она бывает, какая она, например, в технократии, или какая она у вас в департаменте, или просто в Банке России. То есть все равно мы говорим, что люди работают разные. То есть какие модели им ждать, корпоративной культуры, то есть кто их будет окружать, какие коллеги, нужно быть собранным, будет ли дресс-код. Вот, Роман, видите, даже можно по коллегам видеть различия в каком-то дресс-коде. На самом деле я сегодня хотел просто хорошо выглядеть, поэтому одел рубашку. Я не помню, когда я ее последний раз одевал, тем более с учетом того, что сейчас у нас пандемия, удаленная работа. Вот, если говорить про Банк России, то в целом, если посмотреть, так скажем, Банк России сильно начинает меняться. То есть, во-первых, появляются новые сервисы, которые становятся доступны и обычным гражданам, такие как система быстрых платежей, когда вы можете денежные средства перевести из одного банка в другой без комиссии практически моментально. К слову говоря, мы в этом проекте принимали непосредственное участие. Сейчас вот идет проект по созданию цифрового рубля, то есть там аналога криптовалют, что тоже достаточно интересно. И этими проектами занимается, собственно, непосредственно мой коллектив. Что сказать, да, то есть, если раньше, даже вот 2-3 года назад я бы мог сказать, что у нас достаточно огромный лаг с какими-то коммерческими компаниями, то сейчас, собственно, подходы меняются. Во-первых, меняются подходы и к оплате, примированию сотрудников, и к организации рабочего времени и пространства. Сейчас большинство моего коллектива, например, ушло на удаленную работу. Вот, если вспомнить год назад, это практически было нереально. Вот, что касается корпоративной культуры, у нас есть определенные в компании ценности. Да, базовый из них это является профессионализм, уважение и сотрудничество, и честность, да, в общем-то, плюс служение обществу, это такая как бы совсем корпоративная история. Что мы ценим у наших сотрудников, да, это, собственно, люди, которые действительно должны быть нацелены на результат своей работы, то есть работать для того, чтобы видеть определенную цель и ее достигать. Собственно, профессионально совершенствоваться и все-таки чувствовать себя частью команды и работать, вот, так скажем, внутри команды. Если коротко, не знаю, ответил, не ответил. Поэтому вполне. Спасибо большое, Влад. Спасибо. Да, по поводу культуры, мне кажется, мы в этом плане действительно очень большое внимание и уделяем, потому что очень важно в компанию интегрировать ребят не только, собственно, технологически прокачанных, но и, скажем, которые культурно подходят, да, чтобы, собственно, не разбалансировала компанию. У нас очень большой акцент этому. У нас есть там своя такая маленькая Библия, где есть 10 заповедей технократа. Ребята проходят определенный обратно посвящение. У нас есть такое, как в мини-культе, определенное количество ритуалов вокруг всего этого. Но если упростить, наверное, можно сказать, что технократия внутри культивирует прогресс и культивирует мастерство, потому что само технократия, да, как в зрении греческого технократия, это власть искусства, это не власть технологии, это власть мастеров. Культ Гефеста, культ Гермеса, то есть который еще в свое время тогда культивировался в древности. И для нас абсолютно неважно, действительно, сколько вам лет, какая у вас сексуальная ориентация, там, цвет кожи и вообще все, что угодно. То есть если вы профессионал, то есть единственное, что нас интересует, это ваше стремление максимально быстро прогрессировать, максимальное желание и какая-то интенция к тому, чтобы работать с передовыми технологиями, максимальное желание, чтобы помогать вместе с нами, наших клиентов, как бы иногда помогать им двигаться в будущее, иногда выдирать и вытаскивать в это самое будущее. Поэтому мы для фанатиков технологий, да, мы любим таких. Спасибо. Я немножко возьму паузу. У нас есть вопросы, которые к нам приходят и в комментариях. Вот мы и заранее тоже собирали вопросы из Инстаграма. Немножко все-таки, чтобы удовлетворить фактическими данными, да, про поступление к нам. Напоминаю, что нам сдавать, вам, точнее, сдавать для поступления к нам математику, информатику и русский язык. Математика должна быть профильной. Минимальное количество баллов, которые нужно набрать, заранее неизвестно, но, как бы, минимальные баллы есть, но стоит ориентироваться на проходные баллы прошлого года. В прошлом году проходные баллы составили 263 на бюджет и 246 на грант. Что такое грант? Грант – это как раз-таки вот то формат сотрудничества между Республикой Татарстан, ИТИСом и компаниями в том числе. И студенты, которые получают грант, это контрактные студенты, но платят за них не родители, не они сами, платит за них Республика Татарстан. И за это студенты должны после окончания ИТИСа, бакалавриата нашего, отработать энное количество лет, сколько они получали грант, в одной из ИТ-компаний, которые зарегистрированы на территории Республики Татарстан. Собственно, как раз-таки «Технократия», и вот региональные центры разработки Банка России такими компаниями являются. Соответственно, прийти туда, получать там белую зарплату, тоже коллеги не будут соврать, что кроме того, что в компании люди, сотрудники получают от компании денежку, компания еще за этих сотрудников платит и налоги, с этих сумм уходит в Республику, и пенсионные отчисления. Вот, собственно, за счет этих отчислений происходит возврат суммы гранта, то есть ничего не нужно делать нашему студенту-грантовику, кроме того, что он просто работает несколько лет в компании. Но если ему там нравится, так тем более. Также хочется сказать, собственно, когда происходит знакомство с компаниями, оно происходит еще на первом курсе, на летней практике. То есть у нас как устроено наше образование. Первый год у нас идет энное количество математических предметов, плюс базовая информатика, алгоритмы, структуры данных. И летом у нас есть летняя практика, где наши лаборатории и лаборатории некоторых наших компаний принимают наших студентов. На втором курсе как раз-таки у нас начинаются так называемые курсы по выбору. И эти курсы по выбору, они как раз-таки специализируют вас. То есть там вы выбираете веб-разработка, Python, Django, PHP, JS, это Java, .NET, это мобильная разработка, Android и iOS, это C++ для робототехники, это Game Dev. И вот через эти курсы по выбору постепенно на втором курсе студент получает некоторые профили. А уже как раз-таки в конце второго курса, и наша определенная позиция заключается в том, что наш второкурсник это как раз-таки такой вот почти джуниор-разработчик. Кстати, вот как раз-таки хотелось бы спросить коллег, а какие вот самые молодые к вам ребята приходили на работу, которых вы брали. Соответственно, перед тем, как я слово дам, я рад приветствовать подошедшего к нам как раз-таки из провок Артемия Морозова, руководитель отдела бэкэнд-разработки в городе Казань, компании Simbirsoft. Добрый день. И вот как раз-таки сейчас вопрос, который я с Артемия начну. Вот с какого курса приходили студенты в вашу компанию, когда вы готовы были их брать на полную ставку или только на парт-тайм? То есть в чем плюсы и минусы именно студента-разработчик, когда он приходит еще совмещая в принципе его работу в компании с учебой в университете? Вот Артемий, если уж я не сильно вас остал врасплох этим вопросом, то давайте начнем с вас. Вообще, наиболее чаще встречающиеся ситуации, когда к нам приходят выпускники, ну, студенты третьего, четвертого курса, но нередко, те, кто заканчивают второй курс, они уже успешно трудоустраиваются, работают у нас. Я, кстати, сам после второго курса, в принципе, и пошел работать. На моей памяти был случай, когда к нам пришел выпускник школы, который сразу хотел трудоустроиться, минув вуз. К сожалению, на тот момент, или к счастью, мы не готовы были рассмотреть его в найм, потому что мы все-таки решили, что, скорее всего, человеку будет интересно и важно все-таки сначала получить высшее образование, ну, хотя бы закончить первый курс. Насколько я знаю, у нас есть те, кто закончил первый курс и уже работают у нас, но это, скорее, исключение. Спасибо. Влад? Слушайте, ну, вот я помню как-то безумно талантливую пару айосников, да, собственно, Никита, Наташа, даже если вот сейчас они видят меня, то есть, мне кажется, они пришли к нам на втором курсе, на втором, и они тогда работали под неким сопровождением наших лидов, разумеется, то есть, как бы, какой-то есть определенный процесс интеграции ребят в компанию, разумеется, там. Но они, вот я помню, прямо буквально через короткий промежуток времени мы их прямо начали пускать в продакшн-проекты, потому что ребята были очень талантливые, то есть, они, как бы, действительно, там, второй курс, они уже разбирались и программировали, понятно, что в каком-то конкретном технологической парадигме, там, конкретно, там, айос-разработка и прочее, да, вот, но ребята прямо со второго курса начали работать на продакшн-проекте, получать зарплату хорошую, там, в целом, вот. Для наших тоже слушателей все-таки нас слушают те, кому предстоит только услышать наш жаргон, то есть, лиды, имеется в виду, это старшие разработчики, которые являются тим-лидами или тех-лидами, которые сопровождают работу младших разработчиков или начинающих, которых мы называем джуниор-разработчиками, отсюда слово джун. Продакшн, упомянутый Булатом, это тоже важная тема, вот все коллеги, его продакшн. Надо было еще переводчик позвать, да. Значит, что такое продакшн? Это рабочая версия, также называют это часто боевой версией. Это то место, где находятся клиенты, то есть, когда вы, например, заходите в приложение, допустим, это Яндекс.Еда, вот это есть продакшн, то есть, вот тут вот должно все работать просто с иголочки. Есть, разумеется, еще и промежуточные версии, это стейджинг-версия, это просто и другая тестовая версия какая-то. И вот куча очень шуток связанных с продакшном, которые, некоторые из них нельзя сказать в прямом эфире, любого места, да, даже просто инстаграм-трансляции, да, но то, что продакшн должен, это стабильная вещь, которая должна всегда работать. И вот, собственно, когда Абулат говорил про то, что ребята работали в продакшн-проекте, означает, что их допускали, то есть, им доверяли то, что код, который они пишут, в принципе, попадает в конечные приложения пользователей. Роман, что насчет студентов, да, с каких курсов? Третий, четвертый курс. У нас в основном получается так, есть определенные регламенты внутри компании, то есть, раньше третьего курса мы, к сожалению, студентов взять не можем. Вот. Но, тем не менее, ребят, которых мы брали, уже достаточно с высоким уровнем подготовки, действительно, как Абулат говорит, доверяли реализацию отдельных, конечно, под кураторством более старших специалистов, но все-таки ребята уже были способны отдельные куски функциональности реализовывать, и это все дело внедрялось и работало также в промышленной среде. Вот. Один из студентов, ему была вообще поручена, в принципе, достаточно сложная, изолированная задача, и он самостоятельно с ней справился. Я не верил, честно, но получилось все супер. Очень хорошо. Приятно просто слушать такие истории успеха студентов. Вот, кстати, про историю успеха Артемий пропустил вопрос, он был первым. Расскажите, пожалуйста, как вот мы нашли друг друга, как Симберсофт стал партнером ЭТИСа. Я-то эту историю знаю, но для наших тоже зрителей в нашем эфире. И, собственно, почему студенты ЭТИСа привлекают не для вас, почему вы готовы брать их на работу, в том числе и на втором, третьем курсе, что как бы их характерно отличает, почему, собственно, надо прийти в ЭТИС, чтобы отучиться и, возможно, потом прийти работать в компании Симберсофт. Вообще, наше знакомство началось, по-моему, пару лет назад. На Java Day один из наших руководителей познакомился с вами. И, собственно, с тех пор мы начали сотрудничать. Регулярно участвуем в мероприятиях, организуем ЭТИСа, таких как конференции Java Day, .NET Day. Также мы берем студентов на практику, на летнюю. Так что, если кому будет интересно, вдруг это слышит. И с тех пор наше сотрудничество продолжает развиваться. На последней конференции Java Day мы выступили в качестве спонсора. И также я выступал с докладом. В дальнейшем, я думаю, еще много различных тесных контактов будет происходить. По поводу студентов ЭТИСа, на самом деле, сам я родом из Ульяновска, и приехав примерно полтора года в Казань, я, на самом деле, был немножко поражен качеству подготовки и уровню студентов ЭТИСа. Помню себя выпускником университета, и сравниваясь со студентами 2-го, 3-го, 4-го курса, я удивлялся, насколько ребята хорошо потянуты, хардскиллы, именно те, которые нужны в профессиональной и коммерческой разработке. Потому что, когда я учился в университете, у меня было очень много фундаментальных знаний, за что большое спасибо моему универу. Насколько я знаю, ЭТИСу еще удается своим студентам донести не только фундаментальные знания, но и те актуальные технологии, которыми применяются в продакшн-коде, можно так сказать. На все ли вопросы я ответил? Да, пользуясь как раз-таки тем, что вы сказали, что вы приехали и переехали из Ульяновска, я хотел бы как раз-таки для наших зрителей сказать немножко про иногородних студентов, которых мы очень ждем. Кстати, эта грантовая программа, о которой я говорил, она доступна всем гражданам нашей страны, то есть независимо от того, где вы прописаны. Соответственно, у нас в зале Ситарина Александровна Максимова, я прошу вас умеет, что рукой махать, если я вдруг что-то совсем неправильно говорю. Но все-таки дело в том, что все наши первокурсники, всем им предоставляется общежитие, они живут в деревне универсиады, этот кампус был построен для спортсменов универсиады, потом он был отдан университету. Соответственно, там очень здорово, как раз-таки вот только что оттуда, IT-лицея тоже находится на территории деревни универсиады, можно фотографировать, посмотреть в интернете. Был также вопрос, который нам задавался, это можно ли к нам перевестись из другого вуза или института. Речь идет только про коммерческие места, то есть на бюджет у нас они всегда закрыты, потому что когда бюджетное место освобождается почему-то, то решение специальной комиссии, общей университетской, часть контрактников переводится в свободные бюджетные места, но есть такая вещь, академическая разница. Вот ее надо закрывать, и в принципе необходимо принять решение, готовы ли вы ради того, чтобы переводиться, сдавать 5, 8, иногда и 15 экзаменов и зачетов, чтобы стать студентом нашего института и Казанского федерального университета. А вот вопрос, можно ли поступить на магистра, вот магистратура тоже вторая ступень образования, если бакалавриат был закончен в гуманитарном вузе, знаете, в принципе, если вы сдадите вступительный экзамен, мы вас очень ждем, мы каждого нашего магистранта пытаемся как-то сопровождать, если у него есть вопросы, мы стараемся на них отвечать, приглашать на занятия вместе с бакалаврами, чтобы получить еще некоторые дополнительные знания, которых не хватает, так что мы ждем всех, у нас нету какого-то отсеивания выпускников, скажем так, не технических специальностей. Коллеги, вот мы говорили как раз-таки про требования, и вот, в принципе, когда мы говорили про корпоративную культуру, мы уже начали говорить про некоторые качества, и мне хотелось бы больше уйти в эту сторону компетенции, вот все-таки качественный сотрудник IT-компании, да, то есть тот человек, который состоявшийся IT-шник, вот он кто? То есть какие у него, какие вы видите в нем скиллы, компетенции, умения, навыки? Может быть даже не только речь про технические, да, но кто такой все-таки качественный сотрудник? Да что такое умеет работать? Вот я много говорю на днях этой двери о том, что мы должны учить учиться, и еще и учить работать, потому что просто человек, который знает много, к сожалению, не всегда он является качественным именно сотрудником, да, наши, в принципе, любимые дела связаны с тем, что когда дедлайн 7 дней, можно в последний день успеть сделать, это очень популярно при обучении, все-таки в работе это, ну, не рабочая модель, прошу прощения за тавтологию, поэтому вот вопрос, кто такой качественный IT-шник, какие требования к так называемым еще мягким навыкам, со скиллам есть? Роман, начнем с вас. Небольшой как бы роллбэк хотел сделать, вот к тому, что Михаил говорил, если все-таки вы где-то учитесь, да, на первом курсе понимаете, что вы вот стремитесь в области информационных технологий, но тот вуз, в котором вы сейчас обучаетесь, как-то вам чего-то, может, не додает, вот, то не бойтесь там сдать и 8, и 10 экзаменов, попробовать себя и попробовать в другом месте это дело наверстать, потому что, как говорится, после 5 лет обучения сменить профессию можно, вот, есть другие инструменты, в том числе в городе Казань, где это можно сделать, там, школу 21, и IT-парк, и так далее, вот, но, тем не менее, это уже сложнее, вот, возвращаясь к вопросу, кто такой настоящий профессионал, это, наверное, человек, человек, который хочет довести дело до конца, стремится к совершенству, но знает, где эта грань, да, вот, грань между тем, что работает и работает хорошо, и то, что можно делать бесконечно, да, вот, это человек, который развивает себя и развивает людей, которые находятся вокруг него, вот, если вы находитесь внутри команды, в которой, как говорится, если вы самый умный в комнате, вы, наверное, не в той комнате, да, вот здесь так же, то есть, это человек, который развивается сам, развивает окружающих себя людей внутри команды и получает какие-то знания от членов своей команды. Следующий немаловажный момент в условиях того, что сейчас сначала как бы все шли к тому, что вот давайте сделаем открытое помещение, open space, посадим туда людей, люди будут друг с другом, может быть, лучше общаться, между ними не будет стены преград. После этого сейчас мы видим, что очень серьезно все уходят в удаленную работу. И на первый план начинают выходить такие вещи, как правильно построенная коммуникация. Это не только разговор, то есть в прямой речи, когда мы с вами общаемся, есть контакт глаз, движения какие-то, мы понимаем друг друга хорошо. Экран уже такое общение заменить не может, и поэтому встает вопрос о том, а как правильно и грамотно коммуницировать. И человек, который умеет достаточно хорошо коммуницировать, он, в принципе, достаточно быстро начинает расти и профессионально, и начинает занимать уже в том числе какие-то небольшие координационные позиции, руководящие позиции и так далее. И следующий момент – это некая системность, системность мышления. То есть, во-первых, в любом случае тебе, а, нужны фундаментальные знания, без них ты в определенный момент поймешь, что все, ты достиг какого-то потолка в своем развитии, фундаментальные знания нужны. И системность в подходе к своему развитию, к выполнению должностных обязанностей и понимать все-таки, куда, зачем ты двигаешься. Потому что, не понимая направления, своей цели, ты не попадешь в поток, то есть ты не будешь как бы кайфовать, так скажем, на работе, ты постоянно будешь думать о том, а тем ли я занимаюсь, можешь мне что-то поменять, в таком подвешенном состоянии находить. Вот, наверное, если коротко так. Спасибо. На самом деле, находиться в подвешенном состоянии, когда вы только начинаете свой путь, это нормально. То есть очень многие студенты младших курсов, даже первого курса, вот у меня сейчас идут параллельные экзамены, и наши студенты со мной разговаривают, говорят, вот я не знаю все-таки, у меня такое чувство, что я вот не знаю, что я хочу. В университете в какое-то время это нормально, то есть как раз-таки студенту разрешено ошибиться. То есть студент это, и студент университета, это человек, которому легально есть право на ошибку, что цена этой ошибки всего лишь оценка. Сотруднику компании, сотруднику, взрослому человеку, уже ошибаться нельзя, цена ошибки очень высока, поэтому как раз-таки в чем еще одно преимущество обучения в университете, у нас это право на ошибку. Вот коллеги, может быть, кстати, я уж немножко на себя перетянул, вставлю пять копеек. Вот мы часто говорим про хороших менеджеров проектов, и коллеги не дадут соврать, что хороший проектный менеджер – это тот, у кого есть в портфолио заваленные проекты, проекты, которые не получились, проекты, которые вышли из-под контроля, и этот негативный опыт был отрефлектирован менеджером проекта, и он как бы стал опытнее. То есть если у менеджера проекта 10 лет успешных проектов, у меня это вызовет лично вопросы. То есть все ли хорошо, такие ли сложные проекты, которые он решал. Вот. Такая короткая вставка. Слово я дам Владу. Да, я тоже немножко так с дуги зайду к этому вопросу. Во-первых, тот опыт ЭТИСа, который сейчас происходит, мне кажется, тот опыт, который вообще надо масштабировать, потому что это в целом очень логичный ответ на те вызовы, которые происходят на глобальных рынках. То есть вот тайм-ту-маркет, допустим, в автомобиле, если раньше Toyota могла себе позволить выпустить автомобиль, 10 лет делать другой автомобиль. Сейчас это невозможно. То есть как бы все пытаются сузить это количество. Собственно, рынок настолько быстро меняется, технологии настолько быстро меняют, что фактически вот та модель, где вуз мог готовить 5 лет специалистов, он выходил, и он соответствовал требованию компании, которую производит, он невозможен. Просто потому что невозможно так быстро менять модель образования. Да и не нужно на самом деле. И возможно в таком-то смысле. Нас ждет ренессанс такого классического образования, где вузы фокусируются на фундаментальном образовании, там математика, философия, не знаю, там логика, какие-то действительно системные мышления. А все прикладное образование должны взять на себя компании. То есть это не только с ИТИСом должно происходить. Мне кажется, это может со всеми вузами, в принципе, со всеми институтами может происходить. Что круто в ИТИСе, да, допустим, почему мы именно на ИТИС смотрим, хотя как бы были попытки с другими вузами воспроизвести тоже лабы. Мне кажется, это классный бренд. Я не знаю, почему получается, но бренд часто отражение бывает от совоснователей, так что вам респект, что ребята, которые приходят в ИТИС, они какие-то очень такие живые, замотивированные, то есть у них видна вот эта страсть. Мне кажется, в технологии войти невозможно, и те с этой страсти нет, потому что сейчас вот очень много тех, кто ринулся в технологии, потому что типа там плачут много, это на самом деле плохой конец. Это примерно то же самое, что быть таксистом. То есть учить одну технологию и думать, что вы на ней заработаете. То есть технологии, они тоже проходят определенный цикл жизни, они также создаются, взлетают и умирают. Как бы если вы не получаете фундаментальное образование, то вы не сможете в этом рынке эффективно расти. На что мы смотрим, когда нанимаем ребят? Понятно, что есть некая идеологическая система свой-чужой, что человек должен там любить технологии, какой-то страстью к этому обладать, любить это. Но если мы говорим про хардовые скиллы, то мы больше смотрим на то, насколько человек инженер в широком смысле. То есть нам не так важно, насколько он конкретно разбирается в iOS-разработке, в чем-то, еще в чем-то. Если мы понимаем, что человек в целом хороший инженер по типу мышления, мы знаем, что наша корпоративная система его достаточно быстро дотянет до той кондиции, которая нам нужна. Поэтому здесь, наверное, как бы стремитесь скорее в университете получать фундаментальные знания, понимать, как в целом устроены вообще любые сложные системы, там, социальные, инженерные, технологические, потому что именно с точки зрения фундаментальных знаний очень сложно добрать их в онлайн-курсах и в Гугле. То есть их действительно круче добирать, находясь в альмаматор, там, и общаясь с какими-то людьми, у которых за спиной несколько десятков лет изучения предметов. Ну, к слову сказать, говоря про модель, большое спасибо, Булат, за оценку нашей модели. Как раз-таки в ней мы приглашаем IT-компании для практики, а курсы ведутся представителями университета, и часто это профильные специалисты. Например, вот я люблю приводить пример, что наш один из лекторов по предмету алгебры и геометрии, это Марат Мирзович Арсланов, профессор, доктор физмат-наук, заведующий кафедрой алгебры и математической логики, вот, лектор, у него очень высокие рейтинги по его предметам, то есть студенты его любят, и он в то же время еще и ученый с мировым именем, в теории алгоритмов есть такая теорема, которая называется критерия Арсланова, то есть он прямо, на него отсылка идет, Арсланов критерия. Вот, и вот он преподает у наших студентов, для него это большая радость, и вот, собственно, такие вдохновленные люди, они тоже способны других вдохновлять, хотя, видите, мы же говорим про эти образования, но все-таки мы не только говорим, что все наши преподаватели, это инженеры, которые вот пришли, а сейчас уйдут писать проекты, все-таки мы привлекаем разных людей, и в коммуникации с разными людьми появляется тот самый специалист, который знает мир, то есть он знает не только свою отрасль, или конкретно, вот, представьте, техническая сфера, но он знает еще и мир в целом, это как раз то, что мы можем называть университетским IT-образованием. О теме. Я еще приплюсую вопрос, тоже один, который был, тут вот мы говорили о том, какие перспективные профессии в IT-сфере актуальны сейчас, и в принципе, что может быть, если есть какие-то идеи, что мы можем ждать через 4-5 лет, потому что студенты, поступающие сейчас, они выпускаются вот как раз через 4 года. Вот. И кого ждать, изменится ли что-то, как вы думаете, и в смысле хардскиллов, и в смысле соцскиллов? Это плюсом к вопросу тому, кто, кого можно назвать успешным IT-специалистом. Я правильно понимаю? Да, да, да. Вообще, я зайду немножко с другой стороны. Как мне кажется, успешный IT-специалист это тот, кто умеет решать проблемы бизнеса. и зачастую, ну, не сказать, что зачастую, но бывает так, что эти проблемы можно решить вообще без кода. И с опытом опытный специалист это может выявить и сказать, и тем самым сэкономив бизнесу деньги и время. при этом же, как мне кажется, фундаментальное образование и знание широкий кругозор у специалиста также позволяют вовремя выявить, например, то, что задача должна решаться какой-то другой технологии, либо она более будет эффективна решаться с помощью какого-нибудь другого подхода. Это также дается фундаментальному образованию, и университет это одна из тех, как мне кажется, уникальных периодов жизни, когда можно почти без каких-либо последствий попробовать различные направления. Во-первых, определить для себя, что больше нравится, фронтенд, бэкэнд, мобайл, что угодно. Во-вторых, получить какую-то экспертизу в этом направлении и впоследствии в работе это очень сильно пригодится. По поводу актуальности технологий, если говорить про сами технологии, то очень сложно прогнозировать на какой-то период времени, что будет популярно, а что не будет. Как уже верно заметили, все технологии имеют жизненный цикл, и впоследствии что-то, что может быть хайпово, актуально сейчас, через 2-3 года, может уже нигде не использоваться. Я бы больше нацелился на какие-то направления, и, как мне кажется, те направления, которые сейчас актуальны, они через 5-10 лет, скорее всего, также будут актуальны. То есть, бэкэнд, фронтэнд, мобайл, разработка, технологии, скорее всего, будут уже совершенно другие, разные библиотеки, разные фреймворки, но в целом направления, и те знания, которые закладываются в университете, они без труда позволяют выучить что-то новое, и вовремя адаптироваться, и идти в ногу со временем, с трендами. Достаточно я полно ответил. Да, спасибо. Михаил, а можно я вам вопрос задам? Да, давайте. Сколько у вас сейчас лабораторий в ИТИСе, получается, от разных компаний? Плюс-минус. Тут надо разделять. Есть лаборатории компании, у нас есть лаборатории, есть компании, которые партнеры лаборатории, есть у нас именные лаборатории компании, но вот лаборатория совокупна около 25 еще в данный момент. Вот, то есть, просто я хотел к чему сказать, немножко попиарить тоже ИТИС, вот представляете, вы студент первого курса обучения, да, и у вас есть выбор, куда пойти, в какую лабораторию. Одна лаборатория занимается искусственным интеллектом, вторая мобильной разработкой, третья там разработкой банковской системы и так далее, и так далее, то есть, 25 вариантов. Вот вы в одно место пришли, вам, может быть, там понравилось, все отлично, не понравилось, вы можете сменить. То есть, сколько вот бывает случаев, сколько студент меняет лабораторий? Бывают случаев, лабораториям это очень не нравится, вот, но шансы есть, и процентов, может быть, 10-20 меняют ее, но вот когда диплом, тогда некоторые вообще пересматривают, вот, на самом деле, к Роману приходят наши студенты-дипломники, вот, ну, не из лаборатории, а вот именно от других людей, скажем так, вот, готов их вести. Вот, и здесь классная история получается, то есть, в принципе, ты в целом можешь попробовать различные технологии, различные сферы, да, в которых применяются информационные технологии, понять, что тебе нравится или нет, именно уже на первом-втором году обучения, да, не дожидаясь, когда ты там фундаментальные знания получишь, и потом сможешь куда-то трудоустроиться. Вот, у меня это строилось так, то есть, я три года отучился в УЗИ, потом понял, что пора зарабатывать, и начал куда-то тыкаться, там, пошел в одну сферу программировал, в другую сферу программировал, и так далее, и тому подобное. А здесь вот именно фишка, что ты сразу в ходе своего получения фундаментальных знаний можешь уже посмотреть и попробовать пообщаться с ребятами, впечатлениями. Вот, в УЗах, которые по классической модели работают, вот, к сожалению, не так много, вот, и самих лабораторий такого подхода. Вот, наверное, так. Спасибо большое. На самом деле, да, общаться с другими студентами нужно, потому что вы, во-первых, ищите команды, которые в будущем будут вашими сокоманниками, единомышленниками. Вот, у нас многие студенты состоят в куче чатов, у нас есть наши официальные каналы в Телеграме, чаты с деканатом, у нас есть группа ВКонтакте, для студентов, вот, и в то же время есть еще очень много чатов, у которых я знаю просто, что они есть, но у меня, как у сотрудника доступа к планету, там студенты высказывают достаточно предельно откровенно про то, про свою жизнь в ИТИС. Вот, мы уже как-то немножко двигаемся к финалу, но все-таки хотелось бы еще на одну вещь застрять внимание, вот, наш институт называется информационных технологий, институт и интеллектуальных систем. Вот, искусственный интеллект, как раз, он все-таки признается одним из главных технологических трендов в мире, да, все-таки он пока побеждает, и, не буду называть, то, что у нас тоже есть, развивается, это и VR, робототехника, но даже эти сферы активно используют сам искусственный интеллект, как технологию. Вот, у нас в этом году открывается магистрская программа, либерал AI, это свободный искусственный интеллект, который даст поступившим туда обзор технологий искусственного интеллекта в современном мире, то, как их используют, их специалистов привлекать, как управлять такими проектами. И вот, все-таки хотелось бы спросить у коллег, какая роль у искусственного интеллекта сейчас в проектах ваших компаний, вот, и какие специалисты нужны именно, вот, отдельно знающие искусственные интеллекты, то есть, есть ли уже потребность в тех людях, которым за это дата сайентистами, она широкая, или пока она только в зачаточном состоянии, вот, как, собственно, с этим обстоят дела в ваших компаниях, вот, я начну с Булата. Ну, вообще, абсолютно справедливый тренд, огромный, огромный спрос сейчас, то есть, действительно, ну, правда, когда мы говорим Data Science, опять-таки, это как IT, внутри огромного IT-мира еще более огромный IT-мир, то есть, понятно, что Data Science, это как огромная, огромная сфера, где огромное количество прикладных навыков, как чисто, как любой там чистый математик-теоретик, можете работу найти, так человек, который в целом может быть не очень силен в математике, но хороший инженер, может себе работу найти, то есть, это целая определенная сфера. Data Science сейчас, кстати, во-первых, развивается, мне кажется, вот, основной, скажем, точкой роста этого направления, она лежит даже не в инженерии сейчас, а в тех, кто вообще, в принципе, понимает, на что эти данные влияют, потому что в компаниях только-только начинается история с большими даталейками, только-только, это вот как с маркетингом, там можно собрать большое количество данных, но если у тебя нет хорошего маркетолога, который способен строить гипотезы и проверять, то эти данные, они бессмысленны. Поэтому, кстати, вот говоря про Data Science, как бы, в принципе, вы вполне себе можете стать маркетологом, закончив эту дисциплину, или какой-то другой смежный бизнес профессии, да, собственно, обзавестись, а не обязательно быть человеком, который будет строить какие-то там корреляции, считать, в общем, более сложные математические модели строить. Поэтому за Data Science будущее однозначно плюсую. Артемий, спасибо, Влад. Я поддерживаю. Мы пару лет назад начали активно развивать это направление. Сейчас у нас есть запущенные проекты, в том числе и зарубежным заказчикам. Я не могу сказать, что мы сейчас активно набираем Data Scientist, но надеюсь, что в ближайшем будущем это случится, и этих проектов станет больше. Потому что я поддерживаю то, что тренд очевидно есть. Развитие ожидается, и мы будем стараться идти в ногу с этим трендом. Спасибо. Роман. Я много комментировать не смогу по этой теме. Могу сказать одно, что у нашей компании потребность в таких специалистах тоже есть, да, у организации. Собственно, есть целый департамент по работе с большими данными, отдельный департамент, который работает со статистикой, еще с чем-то и так далее. Определенно за этим будущее, если раньше эта история была больше теоретизирована, то сейчас до этого дошли и технологии, и по вычислительной мощности, то есть раньше проигрывать было сложнее, сейчас стало гораздо проще. И как правильно Влад заметил, многие компании начинают думать, а как эти данные применять, то есть данные о продажах. Если коротко могу пример привести, да, вот Walmart, это гениальная такая сеть по продаже электроники, а-ля нашего Eldorado, Nvidia и так далее, и тому подобное, там просто стоял анализ. Почему-то вот в одном месте какая-то определенная модель телевизоров перед раздейством стала гораздо быстрее продаваться, да. Человек задал вопрос, почему, позвонил директору этого магазина, тот говорит, да вот у меня продавец там поставил елку и какую-то смешную историю рядом написал. Он дает команду взять то же самое, сделать во всех магазинах. И, в общем, эти телевизоры просто взяли и все распродали. Вот это работа с большими данными, не работа с большими данными, как, да? Вот. Это аналитика, возможно? Это да, это аналитика, да, и то есть те компании, которые смогут работать со своими данными, выискивать там тренды и принимать, так скажем, решения, основанные не только на ощущении руководителя либо еще кого-то, а именно вот обоснованные какими-то конкретными данными, они обязательно в своей нише будут победителями. Спасибо. Буквально перед тем, как мы будем уже завершать, вот Банк России все-таки известная организация, вот Процессорова Рубль, большое спасибо, что сказали. Хотел бы как раз спросить Симберсофт и Технократию, вот можете ли вы как раз таки все-таки IT-сфера работает еще и на другой бизнес, то есть мы часто делаем заказы для других компаний, вот можете ли вы назвать каких-то известных ваших крупных клиентов или сферы, для которых ваши сотрудники делают приложения, вот и наши студенты тоже вот будут этим заниматься. Булат? Да. Ну, собственно, я, наверное, не могу рассказать про проект, но скажу, что огромный вклад в разработку этих компаний наши ребята вносят, это Яндекс, это Альфа-Банк, это Сибур, это Татнефть, да, собственно, это МТС, Гет, то есть вот эти, мы, в принципе, работаем с крупнейшими как цифровыми компаниями, так и нет цифровыми, сейчас вот КАМАЗ появился здесь клиент, то есть в целом цифровизация, она как бы начиналась, скажем так, вот действительно банки, наверное, задали мощный тренд, вот именно, я считаю, что именно Альфа-Банк стал первым, да, когда с Альфа-Лаба вот эта вот практика появилась, она как бы запустила все остальные, там, телеком и прочее, сейчас это абсолютно любая компания, типа там, условно, Северсталь, там, Ленор Никель, которые не считаются какими-то айтишными, можно найти очень круто собранные эти отделы, потому что, как бы вообще сама цифровизация становится уже как бы необходимостью, которая приносит огромный доход, потому что, например, в любой сфере можно быть айти-специалистом теперь. Спасибо. Артемий? Я, к сожалению, не могу называть всех известных компаний, с которыми мы работаем, но вообще у нас... Я только скажу, на всех случаях, потому что нас слушают ведь и школьники, все-таки дело в том, что коллеги не знают, потому что не знают, да, но есть соглашение и разглашение, по которому продукты должны как бы бренд прячется, да, кто-кто это делал, поэтому, скажем так, о коллегах знают, да, но все-таки в паблик сферу нельзя об этом говорить, вот, но поверьте, там очень интересная компания есть. Артемий? У нас в работе идет параллельно 100 проектов с практически таким же количеством клиентов. Основные сферы, с которыми сфера клиентов, это крупные банки, ритейл, медицина, страхование, телекоммуникации. Постараюсь сейчас вспомнить именно клиентов, которых я могу назвать, но, к сожалению, боюсь ошибиться, поэтому не скажу. Если есть интерес, можно зайти на наш сайт, там есть большое портфолио с различными кейсами, где описаны, что для кого и как мы делали. Вообще, могу привести пример. Мы примерно три года назад начали сотрудничать с одним из банков коммерческих, который был довольно малоизвестен, и тогда он запускал один из своих, он запускал цировую трансформацию. Совместно с нашими специалистами мы за буквально 100 дней сделали мобильное ДБО и спустя, по-моему, два года или три мы заняли совместно с этим банком лидирующие позиции в рейтинге Марксвеб, обогнав таких мастодонтов рынка, как Тинькофф, Альфа, Сибербанк, ну, там в одной из номинаций, по крайней мере. Как-то так. Спасибо. Коллеги, большое вам спасибо, что подошли, буквально завершая, для наших абитуриентов, для наших будущих студентов очень коротко некое послание, совет прощальный на сегодня, все, что хотите сказать нашим будущим поступающим, нашим будущим студентам и, возможно, вашим будущим сотрудникам. Роман. Михаил умеет такой вопрос задать, который заставляет задуматься, что пожелать другим людям, если даже... Так мне говорят на защиту дипломных работ. Вот. Ребят, что я хочу вам пожелать, если наша аудитория абитуриент, это все-таки, чтобы у вас в профессиональной точке зрения все получилось, чтобы вы выбрали для себя правильный вуз, правильную профессию и в этой профессии у вас все получилось. Это такое вот от меня короткое послание. Ну ладно, спасибо. Ну, я бы, наверное, там, пожелал как бы не не жалеть энергию на эксперимент, пока вы молоды, пока вы учитесь. Попробуйте максимально все в технологиях, там, в каком-то опыте, потому что, мне кажется, это очень важный момент на вашем этапе. Все. Спасибо. Артемий. Я бы пожелал сделать сейчас правильный выбор по поводу вуза и не бояться ошибиться. Допустим, даже если выбор сделан был неправильно, то у вас сейчас еще есть время остановиться, все хорошенько взвесить и принять другое решение. Потом, в дальнейшем, это будет даваться намного сложнее. Сейчас отличное время для экспериментов и цена ошибки не такая большая, как, допустим, будет лет через 10. Коллеги, большое спасибо. Я присоединяюсь к пожеланию наших коллег, наши уважаемые поступающие. Я желаю вам никогда не жалеть о том, что вы делаете, о том, чем вы занимаетесь, о том, какой вы выбор делаете. Мы ждем вас в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. С вами был Михаил Абрамский, директор института и коллеги-представители IT-отрасли Казани. Это Артемий Морозов, руководитель отдела бэкэнд-разработки в городе Казани компании «Семирсофт», Булат Ганиф, сооснователь и управляющий партнер группы компании «Технократия» и Роман Третьяков, начальник регионального центра разработки Казань Департамента информационных технологий Банка России. Удачи вам! Большое спасибо, что нас послушали. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова